Ценишь свою жизнь? Жизнь родных и близких? Защити свою семью и свое имущество. Стальные двери Империя. Твой мир под надежной защитой. Торговая сеть Империя. Рынок Мегастрой. Павильоны номер 6, 19 и 70. В эфире ежедневный мониторинг происшествий. Программа «Время. Че» в студии Марина Лиханова. Здравствуйте. Спонсор выпуска «Торговая сеть Империя». Следователи разыскивают учевидцев в гибели 26-летнего четинца Яна Трач, тело которого, напомним, нашли добровольцы на дне озера Шакша в июне прошлого года. По версии следствия, двое мужчин, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, рыбачили из лодки на озере Шакша. У рыбаков выпало весло, и они оба поплыли его доставать. Однако из-за своего состояния один из них не смог самостоятельно вернуться в лодку. Его тело было обнаружено несколькими днями позже. Однако родные Яна до сих пор уверяют, что в истории не все так гладко. По словам мамы, все тело молодого человека было покрыто гематомами. Более того, не случайным был и последний разговор Яна со своей женой. К нам, говорит, еще подъехали знакомые Виталий, полиция. Человек 10 пьяных полицейских, он сказал. Да, они на рабочей машине, они все при форме. И у Яна на теле были татуировки. И одному это не понравилось. Из полицейских, и у них произошел какой-то конфликт. Я говорю, ты давай не ссорься там ни с кем. Следователи обращаются ко всем очевидцам этого инцидента с просьбой позвонить по телефону в Чите 35 57 22, либо обратиться лично в Читинский межрайонный следственный отдел, улица Профсоюзная, 19. Интернет научит всему, даже проинструктирует, как в домашних условиях приготовить гашишное масло из дикорастущей конопли. Наркосайт с подробной видеоконсультацией выявила прокуратура Карымского района. Дурбанящая информация находилась в открытом доступе от пользователей, не требовались ни регистрации, ни пароль. По решению суда сейчас доступ к вредоносному сайту заблокирован. Кроме того, закрыты и 15 интернет-страничек, что предлагали интим-услуги. Сгоревшая мечта. Электроплита, что в холода служила обогревателем, в один день лишила жизни пятимесячную девочку. Трагедия произошла еще в декабре 2015 года. Пока 21-летняя мама с сожителем ходили по своим делам, от мечты произошло возгорание. Малышка, что спала в доме, попросту задохнулась от едкого дыма. В суде женщина признала свою вину полностью. С учетом всех смягчающих обстоятельств, она получила условный срок продолжительностью в один год. Последнее слово сказано. Криминальная летопись Игоря Осинцева окончена. Суд огласил приговор. Вы согласны с приговором суда? Да, да, согласен. Полностью. Пожизненно бы, согласны были бы. Их братья, сыновья, отцы никогда были убиты руками или с подачи Осинцева. Спустя десяток лет боль потерпевших не утихла. Пусть и раскаялся он в своих преступлениях, пусть и пообещал компенсировать в рублях причиненные страдания. Однако вернуть потерянные жизни не в его власти. Сегодня в криминальной летописи Осинцева поставлена точка. Для оглашения приговора за преступные дела в 44 тома потребовался целый день. Участники процесса, затаив дыхание, терпеливо ждали решения. Суд постановил признать Осинцева виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде 25 лет лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме. Оставшийся срок будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в 1 миллион рублей. Удовлетворены и иски потерпевших о компенсации морального вреда на сумму 26 миллионов рублей. Материального ущерба около полутора миллионов рублей. Осинцев полностью признался в совершении преступлений и заключил соглашение о сотрудничестве, что в преступном мире никоим образом не позволительно для преступных авторитетов. Поэтому преступной группировки Осинцева можно сказать, что не существует. Марина Лиханова, Валерий Широков, ЗАПТВ. И о происшествиях на дорогах. Сегодня ночью в Хелокском районе 34-летний мужчина, не имея прав, сел за руль мопеда «Альфа». Остановить байк, который буквально летел по поселку на большой скорости, удалось только бетонной электроопоре. Врачи скорой помощи, прибывшие на место ДТП, застали водителя еще живым. Однако от полученных травм, несоместимых с жизнью, мужчина скончался сразу по прибытию в больницу. Для того, чтобы сохранить жизнь водителю мотоцикла, бывает достаточно надеть мотошлем. Черепно-мозговые травмы – наиболее вероятные последствия собственной беспечности. Если после переломов конечности есть шанс восстановиться, то после переломов костей черепа чаще всего нет. И еще об одном смертельном ДТП на транспорте. Сегодня утром на перегоне Макзон-Тайтут. Пассажирский поезд сбил мужчину. От полученных травм он скончался в больнице. Чуть позже стало известно, что потерпевший был работником Забайкальской дирекции по ремонту путей. На месте работает следственная оперативная группа транспортной полиции. Все причины случившегося выясняются. Если вы оказались в неприятной истории, подозреваете, что попали на уловки преступников, звоните нам. Если вы случайно стали очевидцем преступления или в одиночку боретесь с несправедливостью, не забывайте снимать все происходящее на мобильный телефон. Видео приносите или отправляйте в нашу редакцию и получайте гонорар от первого независимого. Наш телефон 415107. На сегодня это все. До свидания и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин